Добрый день всем! Вы не поверьте, но я в Строгенок. В общем, такое настроение было с утра, на голове черчет. Плюнула на все, поняла, что работа никуда не убежит, надо куда-то выбраться. Но так как он не умеет просто гулять, соответственно, я себе поставила маршрут и еду, вернее, уже иду с X-Price, который находится в Строгенок. Вот сейчас я вам покажу, какая здесь красота. Я иду по самому краю, вышла пораньше специально с автобуса, чтобы дойти пешком. И вот здесь по краю Строгенок. Я очень люблю такие места. Посмотрите, циркорий, чертополов какой-то, крапива. Ну тут же березки, там народ пошел туда гулять. Вот по такой местности я иду. Смотрите, что такие цветочки. Вот, там дальше березовый лес. А я пойду сейчас вот туда. Ну вот, ну вот, думала, что получится пойти вдоль зеленой зоны, но я показываю, что нужно идти дворами. Я этот район Строгенок совсем не знаю, поэтому это навигатор. Вот, так что это можно спросить. Если будет что-то интересное, я еще покажу. Пока вот иду дворами. Не зря я пошла дворами. Смотрите, какие мальвы красивые. Как я люблю мальвы. Люблю я с тех времен, когда ездила в деревню, и там вот в каждом дворе росли мальвы. В общем, никто не сажал. Даже около заброшенных домов они там цвели. Вот, и мы из них делали куколок. Смотрите, как красиво. Мне прям очень нравится. На даче пыталась сажать мальвы, но как-то у меня вот не получается. А здесь прям красота. Вот еще смотрите. Красиво, правда? А вот там пчелка. Смотрите, там пчелка. Видно? Вот она какая. Оп, полетела. А вот там еще одна. И даже шмелек это не пчелкает. Там шмелек сидит. Весь в пыльце. Здорово. Так что вот такая красота. Пчелки летают. В общем, такие красивые мальвы во дворе я нашла. А вот еще красоту вам покажу. Гортензия белая. Какие шапки. У меня вот у мамы на даче тоже такие. Мы все думаем у себя посадить. Как-то у нас не получается. Ну и хосточки тоже вот тут. То есть тоже вот кто-то занимается серьезно. Ну, сходила я фикс прайс. Вышла из него. Что я могу сказать? Не была я здесь и не приду больше. Магазин большой. Видите? Весь второй этаж занимает. Но бестолковый. Так, конечно, кое-что купила. Вот так. Ну, Кстрогино зеленый вообще район. Вот я вам показываю. Зелени много. Ничего не скажешь. Но не мой. Не мой район. Я хотела обратно тоже пешочком пройтись. Хотят частично. Но я тут на печье. Немного. Но все равно еще надо зайти в Дикси. Поэтому поеду на автобусе. Вот. Потом он приходит домой. Покажу, что взяла в Экспрессе. И покажу, если что, возьму в Дикси. Еду на автобусе в сторону дома. И вот немножко вам покажу. Мы выезжаем уже из Строгино. Говорю не очень громко. Пошли в автобусе. Неудобно. И вот при подъезде к Строгинскому мосту, на который я ходила, вот такая зеленая зона тоже со стороны Строгино. Там вот за зеленью находится Строгино. 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 them. They live, подъезде is semi every ever. While people seated tienen time and leave, by 55, but they live through. Там даже, они не выходят. То есть для доброго местная зона, с Fiocyan. Строгянин который идёт больше. Строги выполняется. К career أبوwand , Free Hocyan ... Красный, варящий культурный. Сейчас мы поедем через Трагинский мост и там уже сборки учитываются. Вот, мы сходимся у нас с вами уже были. Я вам показывала. Вот здесь сделана такая спортивная зона. Хоть сюда спортом занимаются, потому что, как вы посетите, здесь очень хорошо облагородили. И зелень сохраненную и зелень. Комфортно стал заниматься. То есть можно там просто погулять, можно и позаниматься. И вот у нас скварика для железки. Сегодня там, конечно, летника. А вот у нас тут не солнышко, но холодно. Субы 19 градусов. Вот, мы пересидим. Здесь есть комфортно. И мы вновь в моем районе Чучукино. Все, я сейчас выхожу. Уйду. А так с вами поболтаем. Уже. Ну вот, вышли из автобуса. И вот смотрите, у нас пришлось спуститься вниз. Вот такая лестница у нас. Металлическая. Если честно, зимой как-то вот по ней страшновато идти. Но другого выхода нет. Потому что здесь горка. И вариантов других нет. Или идти в обход. Вон оттуда можно, конечно, спуститься. Но это далеко в обход идти. Поэтому мы спускаемся по этой лестнице. Ну вот, иду я в сторону дома, в ту сторону Дикси. Вот сейчас пойду мимо Ликиной школы. Это вот тут у нас детский сад. Ну, Лика в этот детский сад не ходила. Но он есть. Ну, вот Ликина школа. Тут детская площадка. Сейчас я вам заходить по внутренней буду. Покажу вам чуть-чуть школы. Вот там у них стоят тренажеры всякие. Там футбольное поле. Тут такая зелень. Школа неплохая. Двор. Обычная школа. Но, по крайней мере, она в порядке. Двор в порядке. Детям есть где погулять. Ну, а мне вон туда. Вперед. Я как-то уже показывала, когда показывала свой район, показывала Ликин сад. Но с другой стороны. Там был забор высокий. Было неудобно смотреть. Вот смотрите, он на самом деле какой красивый. Видите? Вот там такие лесенки. Ну, это алые паруса. Вот. Тоже не очень хорошо видно. Но все-таки представление, что бы вы имели. Вот. Там и площадки у них хорошие. Видите, они сделали сплошные заборы. Не знаю. Может быть так и правильно. Не знаю. Сегодня хожу какими-то закоулками, если честно. Ну, наверное, это настроение такое. Вот не хочется мне по каким-то нормальным дорожкам ходить. Хочется пройтись по зелени. Ну, не знаю. Вообще было настроение нулевое. Сейчас ничего. Нормально. Засиделась дома. Я поняла, что засиделась вообще напрочь. И надо все-таки выбираться. А так как ребята были в Москве, по магазинам ходили они, я практически сидела дома. А, кстати, вот сейчас через забор я вам еще покажу. Сидела дома. И, наверное, поэтому так было сложно. Хочу похвалить и наш район. Смотрите, у нас здесь тоже малево цветут. Вот. Только у нас цвет другой. Но тоже цветут малевочки. И даже шмелек летает. Вот. И у нас шмелики есть тоже. Все в пыльце. Так что у нас в районе тоже все в порядке. Так. Ну вот я дома. Да. Уже пришла. Приперлась. Вот. Порадовалась себя магазинами. Пришла в себя. Так. Ну что. Начнем обзор. Начну с Дикси. Потому что мороженое надо побыстрее убирать в холодильник. Так. Взяла хлеб Даниловский. 58,99. На зерновой закваске. То есть он не белый, не черный. Мы такой любим. Так. Что еще. Бананы взяла. Бананы. Вот. Ну. Довольно таки. Солнышко. Видите. Отсвечивает. Ну довольно таки приличные бананы. Они по 44 рубля. Сейчас в Дикси. У меня получились они на 48 рублей. Больше килограмма. Так. Взяла помидоры. Южные овощи. Так. Помидоры. Розовые. Розовые. 99,99. В общем 100 рублей. Сейчас подождите. Закрою. Жалюзи. Вот. Ну так получше. По крайней мере видно. Что снимаю. Так. Сегодня была лакомка. Филевская. Вот такая вот. Стука. Которую я люблю. В прошлый раз не было ее. Я брала. Чистая линия. Лакомка. Я обалдела. Чистая линия. Лакомка. Стоит. 96 рублей. Почти стольник. Вот. Филевская стоит 45. А вот. Эскимо. Филевская. Тоже. Эскимо. Филевская. Этой бабушки взяла. Маме Гале. Сейчас я скажу. Сколько стоит. Ой. Ой. Так. Мороженое. По 60. По 60 рублей. Ну вот. Такая разница. Так. Взяла. Вот. Такую. Вот. Массу. Твороженую. Александровскую. С изюмом. Как-то. Женька взяла на пробу. Нам всем очень понравилось. Прям вот. Как вот. Раньше была такая сладкая. Вкусные. Изюма много. И все мы едим. Элика ест. Хотя она. Такие вот вещи. Не особо. Сейчас я вам скажу. Сколько она стоит. Она сегодня была со скидкой. 59,99. Это уже со скидкой. Вот. Две штуки я взяла. То есть. Нам на семью одной мало. А не маленькой. В ней всего. Сейчас скажу. Сколько грамм. Ну. Как обычно. У меня. С граммами. У меня. Проблема найти. Особая. С изюмом. И где искать. Контроль качества. 100 грамм. То есть. Маленькие пачки. Вот. Взяла маме Гале. Вот. Такой творожный. Донисима. Со вкусом пломбира. Раньше она брала фруктовые такие йогурты. Причем не с ягодами. А с соком. Вот. Но что-то как-то вот. И поднадоело. И вот она предпочитает вот такие вот. Две штучки взяла. А. А. Забыла сказать. Донисима у нас. Сейчас я скажу вам. Почему у нас Донисима. 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 Шоколад. Маста творожная. А что-то я ее не вижу. Донисима-то. Так. Ладно. Сейчас я увижу, скажу. Взяла вот такой сыр-чизбургер на горячие бутерброды. Донисима. Он 109. Донисима. Так. Извините. Прервал звонок. Вообще какой-то дебильный. Какой-то там Антон. Который занимается финансами. И он мне. Им очень интересно. Как я отношусь к ситуации в нашей стране сейчас к финансовой. Офигель. Совсем уже. Я понимаю там когда там какие-то программы продают бухгалтерские. А тут они такие вопросы задают. Ну ладно. Мы отвлеклись. Так. Как я сказала по-моему да. 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 109. 90. Это на горячие бутерброды мы обычно берем. Так. Взяла свой любимый сыр-свали в ломтиках. Он сегодня был со скидкой. Сыр-свали 149. 90. Так он обычно где-то порядка 200 рублей стоит. Ну и как всегда сербский сыр брынза по 144 рубля. Будем сегодня свеклу делать с брынзой. Взяла черкизовскую колбасу сальсичон. Я уже говорила что из всех сальсичонов для меня самая сальсичонистая. Вот. Она у нас сегодня без скидки 129.90. Взяла две штуки. Потому что как выяснилось у Лики тоже вкус поменялся. Она теперь ее тоже любит. Раньше она ела только вареную колбасу. Так. Что еще? Вот шоколад. Бабаевский шоколад горький. Он сегодня был со скидки. Со скидкой коспи. Со скидки. Надо же так говорить. По 109.90 взяла. Потому что планирую в субботу поехать к маме. Она очень любит горький шоколад. Именно горький. Вот. А себе взяла горький шоколад со... Не видно. Вот. С апельсином. С апельсином. Ну. Тоже он был со скидкой. И он 129.90. Так он где-то стоит порядка 150 рублей. Ну. Вот такие у меня покупки сегодня в Дикси. Вот. То есть. Ну. В принципе. А. О. Мектарин задал сказать. Мектарин тоже был со скидкой. По 100. По 100. По 139.90. Ну. Я выбрала вот еле-еле более-менее мягкие. Потому что в основном конечно жесткие. Хотела черешни взять. Черешни не было. Она уже кончилась. А. Персики лежали вроде бы на вид красивые. Бордовые. Но они прям дубовые. Брать не стала. Поэтому вот взяла. Вот у меня здесь получилось нектаринов. на. На. Ровно на килограмм. Во. Какая я молодец. Так что вот такие у меня сегодня в Дикси покупки. Вот. Сейчас уберу продукты. И расскажу про фикс прайс. А. Хочу вам показать. В понедельник Женя подарила мне. На свой юбилей. Подарила мне букет цветов. И вот эти тюльпаны. Вот там гортензия. Пионы. И тюльпаны были. Ну вот примерно вот на таком вот. На вот такой высоте. То есть они чуть-чуть выше цветов. И вот смотрите. К четвергу. Такое ощущение что они выросли. Вместо того чтобы завянуть. Ну тюльпаны они долго не стоят. Они вот так вымахали. Мы вообще обалдели. Я то их видела. Ну каждый день в комнате. А Женька тут зашла. Говорит. Мам. А что это они у тебя выросли. Говорит. Они говорят. Что обалдели что ли. Говорит. Ну в общем вот так вот. Кто-нибудь сталкивался с таким. Чтобы в букете цветы росли. Ну и. 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 Фикс прайс. Так. Ну видите. Покупка мало совсем. Потому что я говорю. Брать там было нечего. Начну вот с этого. Это спящая лялька. Стоит она. Спящий малыш называется. 99 рублей. Почему взяла. В субботу поеду к маме. Как я уже сказала. А там будет моя племянница. Ей правда уже 7 лет. 7. 8. В общем первый класс закончила. Вообще уже голова не варит. Даже не помню сколько племяннице лет. В общем первый класс закончила. Но. Насколько я знаю. Девочки в таком возрасте. Как раз очень любят. Вот такие игрушки. Которые вот можно вот там положить в кармашек. Можно положить в портфельчик. Или в ручки просто таскать. Но взяла вот такую я спящую ляльку. Вот. Взяла семечки от Мартина. С морской солью. Оборные. 200 грамм. За них я там заплатила 77 рублей. У нас они обычно в Дикси дороже. Но как назло сегодня они со скидкой. Сегодня в Дикси они были 79 рублей. В принципе особо не выгадала. Но и не прогадала. Вот. Взяла опять вот эти мультизлатовые конфеты с темной глазурью. 150 грамм. Вот. Ну и сама нет. А Лика. Лика очень любит. Сейчас я скажу вам напомню сколько они стоят. Стоят они 55 рублей. Вот. Взяла сушки щебекинские. 100 лет уже не брала сушки. Сдобные именно. С маком брала маленькие сушки. А это вот именно малютки. Вот. Они стоят 18 рублей. Так. Продолжаем. Взяла фасоль красную консервированную в собственном соку. 310 грамм. Производство. 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 Сейчас я вам прочитаю. Чего производства. Не вижу. Какое-то не русское производство. Изготовитель. Город Смоленск. Вот. Город Смоленск. Взяла две баночки. Потому что завтра хотим сварить фасолевый суп. Специально в Дикси обратила внимание. Значит в Дикси такая баночка стоит 71 рубль. Здесь я взяла по 27,50. По две баночки. Взяла вот такой мармелад Махеев. Облепиха душица с облепиховым соком. Здесь 230 грамм. Вот. Многие сейчас многие в обзоре показывают. Пробуют. Всем нравится. У нас есть малина и клубника. Ребята покупали тоже кстати в фикс прайсе. Облепиху еще не брали ни разу. Попробуем. Здесь вот облепиха и душица. Стоят они по 55 рублей. Вот одну взяла домой. Одну поеду к маме отвезу и попробовать. Потому что она у меня тоже любительница всяких вареньей, мармеладов и все такое прочее. Вот. И еще. Одна из покупок у меня. Сейчас вот будет видно расцветку. Это скатерть. Колорит. Вот она с бейкой. То есть это клеенка плотная с бейкой. 135 на 110. Вот. Взяла на кухонный стол. Ну вот мне показалось, что будет так неплохо. Единственное. Я сомневаюсь. У меня какие-то сомнения есть, что подойдет по размеру. Но если не подойдет, ребята на дачу заберут. Там у них стол поменьше. Ну вот такие у меня сегодня покупочки. Вот. Поехала съездила. Подняла себе настроение. Вот. Так что вот. На этом я закончу свой обзорчик. Спасибо, что со мной проехались до магазина. Что посмотрели мои покупочки. Всем пока-пока. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Все. До скорых встреч. Я надеюсь, что пришла в себя. И что-нибудь еще буду интересно записывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.